Прошло уже почти два месяца с тех пор, как удачно окончилась эпопея с автокефалий украинской церкви. И оглядываясь на все то, что сотрясало Украину с августа до начала января и чуть было не вылилось в большую драку, ловишь себя на мысли о том, что мы наблюдали только самую концовку огромной комбинации. В самом деле, более или менее внятные сообщения о том, что в этом направлении ведется работа, были сделаны только летом минувшего года, но и тогда уже было понятно, что разглашение произошло вынужденно. Просто процесс дошел до стадии, когда держать его втайне уже не представлялось возможным, поскольку нужно было делать публичные шаги. Всех нас поглотила динамика этой последней фазы мероприятия, и мы как-то упустили тот момент, что нам все стало известно лишь тогда, когда процесс уже стал практически необратимым. Большая же часть именно созидательной работы осталась за кадром, и о ней можно лишь догадываться. Даже сейчас детали этой операции не подлежат публичному оглашению, но когда-то это время придет, и можно будет увидеть ее всю, со всеми ходами. Только вот к тому времени эта эпопея будет интересна только узким специалистам, поскольку страна будет двигаться дальше, и внимание публики будет приковано к новым эпопеям. Наверняка это правильно, поскольку во всем должна быть своя последовательность. Но именно такой алгоритм действий скрадывает их масштаб. Мы можем реально оценить происходящее лишь в момент, когда разворачиваются события, но как раз в этот момент большая их часть скрыта от наблюдателей. Такое положение вещей имеет огромный минус в том, что мы не можем по достоинству оценить работу, которую по праву можно отнести к разряду высшего пилотажа. Наверное, многие согласятся с тем, что если бы сейчас автор мог получить доступ ко всем деталям операций по Томасу, без визу, ассоциаций с ЕС или курсам НАТО, и все это изложил в виде какой-то повести, то именно сейчас, уже спустя время, это не было бы интересным. Оно и понятно, ибо дорога ложка к обеду. Поэтому мы сейчас попробуем сложить несколько другую картину, основанную на открытых данных и авторских допущениях и предположениях, которые могут оказаться настолько близкими к реальности, что мы сразу предупреждаем всех о том, что мы не располагаем ни инсайдами, ни доступу к каким-то особенным данным, а пользуемся тем, что взял за основу булгаковский профессор Преображенский. Здравый смысл и жизненная опытность. Итак, пару дней назад мы наблюдали, как полыхнуло все промосковское лобби Украины и расконсервировались самые тухлые консервы наподобие Олежки Тегнебока. Заметим, произошло это синхронно, как будто дирижер взмахнул своей палочкой и дремавший оркестр вдруг схватился за смычки, флейты и контрабасы. Как мы отмечали ранее, эта бешеная активность совпала с заходом в порт Одессы американского ракетного эсминца. Собственно говоря, ничего уж особенно необычного в заходе эсминца в Одессу не было. Такие визиты стали регулярными, а иногда туда заходят целые группы кораблей НАТО и никакой особенной активности наши консервы не демонстрировали. Но не в этот раз. Этот визит был явно необычным, поскольку встречать эсминец поехал порох и добрая часть посольства США. Такого внимания к заходу корабля ВМФ США в наш порт еще не было, а это значит, что в этом визите было что-то явно необычное настолько, что потребовало одновременного присутствия пороха, посла и кого-то, кто был на борту именно эсминца и не мог просто прилететь рейсовым, чартерным или военным самолетом в Украину. Тут достаточно напомнить, что по нормам международного морского права территория корабля является территорией государства, под чьим флагом он идет, со всеми вытекающими последствиями. Нападение на корабль равносильно нападению на саму страну. Именно поэтому после нападения на наши катера Украина объявила военное положение. Она просто не имела права поступить иначе. В любом случае военный корабль имеет право оборонять все и всех, что и кто находится на его борту, применяя все штатное вооружение. Это дает совершенно другой вид ситуации, когда в Украину должны были прибыть лица, которых не стоит показывать вне помещений эсминца, а сами они настолько важны, что просто так их не стоит далеко выпускать из США из-за своей ценности как носителей информации или потому что одно их присутствие может указать на характер проводимых мероприятий. Однако по синхронной реакции московских консервов можно судить о том, что в Москве знали о том, что происходило в Одессе, и они мобилизовали всех своих агентов, чтобы те попытались, если не сорвать, то хоть смазать то, что должно было произойти. Эту задачу должны были выполнить деятели из разных протестных массовок до вооруженных тетуханов. На время оставим в покое эсминец Дональд Кук и Одессу и обратим внимание на то, что осталось вне поля внимания на фоне предвыборных баталий, а именно, несколько раз из США прозвучало то ли мнение, то ли совет, то ли предупреждение о том, что после прекращения действий договора об РСМД Украине больше ничего не мешает создавать ракеты ближней и, главное, средней, до 5500 километров дальности. Наверное, многие слышали или читали эти заявления, но прошли мимо, не обратив на них внимания, а напрасно. Тут важна последовательность этой конструкции, как в анекдоте, однажды рассказанном Рональдом Рейганом где-то в конце 80-х годов минувшего столетия, который мы позволим себе привести ниже. Три собаки – американская, польская и русская – рассуждают о жизни. Американская – Жизнь так себе. Лаешь весь день, во всю глотку, и только в конце дня тебе дадут кусок мяса. Польская – Что такое мясо? Русская – Что такое лаять? В общем, формулировка заявления была настолько простой, что мало кто заметил очевидное. Штаты вели речь об Украине. Заметим, не Германия или Япония, а именно Украина теперь может создавать эти ракеты. Это при том, что и Германия, и Япония тоже теперь могут это делать. Но штаты указали на Украину. Сразу возникает вопрос – почему Украина? Ответ, как и вопрос, оказывается крайне интересным. Украина имеет научный и технический потенциал для производства таких и более тяжелых ракет, и в принципе, кооперируя с теми же США, она может очень быстро наладить производство таких ракет. А с учетом того, что Украина четко представляет себе для чего и, главное, для кого, эти ракеты следует создавать. Таким образом, эти заявления можно считать чем-то наподобие «Делайте, мы не против, мы поможем». И тут сразу возникает картинка, согласно которой Москва напичкивает ракетно-ядерными технологиями КНДР и Иран, при этом утверждая, что они там сами все делают. А теперь представим, что Украина очень быстро ставит на вооружение ракеты, которые способны достать до всех важных мест РФ точно так же, как и их ракеты, нацеленные на нас. Только вот наши ракеты летают лучше российских. И так было всегда. Но ведь мы же помним и то, как американцы обосновали свое согласие с тем, чтобы Украина могла производить ракеты. Штаты прямо указали на то, что РФ разрушила договор запрещения РСМД. И вот тут возникает самое интересное, что прямо не сказано, зато прямо вытекает из этого заявления. На самом деле Москва утопила не один такой договор, который сдерживал и Штаты, и другие страны от создания целых систем вооружения. И тут мы легко вспоминаем, что именно Москва де юре и де факто убила Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия. Согласно той же логике, что была озвучена по договору о РСМД, Украина получила право вернуть свой ядерный статус. Штаты именно это не озвучили, но это вытекает из всей канвы их заявлений. По всей логике событий, которые разворачиваются последние пять лет, для Украины нет иного выбора выжить рядом с конкретно сошедшей с ума бензоколонкой, не вступив в НАТО, но и это вопрос еще спорный, а вот вхождение Украины в ядерный клуб уже будет иметь совсем другие последствия. Так что следующая каденция пороха должна привести именно к этим двум позициям вступления в НАТО и обретения ракетно-ядерного потенциала, пусть и немногочисленного, но крайне эффективного. Это кардинально и окончательно изменит расстановку сил в Европе, поскольку Москва получит противника, ядерные средства которого тоже будут иметь минимальное подлетное время к целям, и в случае чего у нас уже рука не дрогнет. Но это общее соображение, а есть еще и частные, и они состоят в том, что отдельное государство может получить ядерное оружие, только изготовив его самостоятельно или под видом самостоятельно изготовленного. По крайней мере, другие варианты отсекаются договорами о нераспространении ядерного оружия. Но для того, чтобы иметь принципиальную возможность создания ядерного оружия, имеются обязательные условия, без которых ничего не получится. Выглядят они примерно так. Изначально страна должна иметь соответствующий научно-промышленный потенциал для достижения этой цели. Должны быть подготовлены специалисты-ядерщики, которые способны отработать на этой программе. Такие специалисты и научные центры в Украине имеются, и с этим особых проблем нет. Далее. На территории государства должно быть место рождения урана, поскольку покупка его за рубежом дело хлопотное и вязкое. Украина имеет не просто месторождение, а уже готовые шахты в желтых водах, работу на которых можно запустить при соответствующем решении правительства. Следующий этап – обогащение урана и производство ядерного топлива из него для ядерного реактора. Понятно, что должен быть работающий ядерный реактор, и их у нас полтора десятка. Отработанное топливо как раз и дает определенное количество плутония, который после дополнительного обогащения становится оружейным плутонием. Но чтобы его получить кроме обогатительного производства, нужно собственное хранилище ядерных отходов, чтобы перерабатывать их для военных целей. Последний этап – специальная металлургия и, собственно, электронный обвес, позволяющий сдетонировать ядерный заряд боевого устройства. Из всего этого перечня необходимых условий у нас пока отсутствует производство ядерного топлива и хранилище отходов. Тут есть определенная тонкость, которую следует понимать. Производитель ядерного топлива, которых в мире всего несколько, поставляет его для ядерных реакторов зарубежных стран только при условии возврата отработанного топлива. Это условие является одним из элементов «Нераспространение ядерного оружия». Тот жаркий скандал вокруг иранской ядерной программы как раз и возник после того, как РФ запустила в Бушере ядерный реактор, а Иран заявил о том, что не станет возвращать Москве отработанное топливо, а намерен хранить его у себя. Это прямо указало на то, что Тегеран уже начал производство ядерного оружия. Москва этот демарш как-то легко проглотила, но всем понятно, что АЭС в Бушере для того и строилась, поскольку огромных запасов нефти и газа в Иране хватит для того, чтобы запитывать свои теплоэлектростанции просто столетиями. Ирану нужен был полный цикл ядерных технологий, и он его получил, хоть пока и не успел воспользоваться. Но вернемся в Украину. У нас уже строится хранилище ядерных отходов на Хмельницкой АЭС. А недавно стало известно и о том, что практически решен вопрос о строительстве завода по изготовлению собственного ядерного топлива. Это наши теоретические заключения и ничего более. Но посмотрите на фото пороха, идущего внутри американского эсминца. Наверное, там было о чем поговорить. Причем поговорить с теми и о том, с кем и о чем пока нельзя говорить вне американской военной машины, напичканной самым смертоносным железом из того, что можно придумать. Путин и его подручные рассказывали о том, что они не хотят иметь НАТО на своих границах в лице Украины. Дети. Они еще просить будут НАТО забрать Украину. Поскольку в Альянсе уж очень строгие правила применения силы, а нас они уж слишком достали. Изложенная выше версия всего лишь авторская иллюстрация того, насколько крупные процессы могут происходить прямо под нашим носом, а мы их даже видеть не будем и что-то там о рутине рассказывать. А действительно крупные вещи, творящиеся прямо сейчас, даже краешком нельзя цеплять, ибо не время, а очевидным все станет лишь на финише. Еще раз. Все это авторские фантазии. Но возьмите все указанные факты и их последовательность и посмотрите, насколько вам это удастся. А ведь это лишь один пример, который мы решили обсудить сегодня. Один из нескольких, которые можно набросать в таком же сослагательном стиле, которые происходят прямо сейчас. Вот именно это и поставило на дыбы Москву и ее прихвостней, а не перепад давления и перемена погоды. Этот пример мы привели с одной целью, чтобы показать не постфактум, а даже забегая вперед то, что делает Украину не просто независимой и сильной, а придает ей совершенно другой вес и статус как в Европе, так и в мире. Это происходит на наших глазах, но мы этого не видим. А смотрим на то, что из зимней спячки поднялась партия «Свобода» с ее неизменным руководителем, товарищем Тигныбоком. Наблюдаем за эволюциями клавана или обсуждаем расследование деятеля, у которого родственники работают с парнем по имени Сергей Лавров, он же «Унылая лошадь». Или вот еще тема. Пуштун и его бородатая команда решили выйти из фракции, но не сложить мандаты. Это действительно так интересно? Просто напоследок. Сегодня прятал зимнюю обувь и, как всегда, уперся в какие-то старые коробки, кульки и прочее. Каждый в курсе, как это бывает при смене сезонов, и поймал себя на мысли о том, что хорошо забыл мудрость о том, что хлам надо выбрасывать, хотя бы потому, что он занимает место чего-то нужного, что не может у вас появиться просто потому, что ему негде остаться. Посему не грузимся дешевой и вонючей дрянью, а делаем то, что должны, и смотрим внимательно не туда, куда пытаются утилизировать наше внимание, а в том направлении, где происходят настоящие и большие события. Тогда все будет правильно. Субтитры создавал DimaTorzok